здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мистер мистер мы с вами поговорим пожалуй что об одном из самых дешевых ножей по крайней мере фирменных которые снабжены системой emerson wave кара кара 2 emerson p вот так называется этот нож в начале обзора сразу хочется показать то что отличает эту версию ножа кара кара 2 от предыдущих которые многие могли видеть ранее в 2019 году компания спадерка заявила о том что будет нож кара кара 2 в линейке bird с вот таким вот так называемым крюком эмерсона вот так это переводится или если по-английски emerson wave вот в такой вот его необычной довольно таки версии которая очень так интересно сочетается с вот этим птичьим глазом традиционным таким отверстием для открывания ножа одной рукой которая есть на ножах bird ну что сказать это конечно наверное самое главное отличие в остальном это все та же кара кара 2 все тот же самый нож который многие поклонники вот такой вот недорогой линейки компании спадерка которая выпускается под брендом bird knifes уже довольно таки хорошо знают в остальном отличий в конструкции в общем-то не так уж и много но конечно вот эта штука стоит прям действительно дорогого давайте посмотрим как она реально работает ну конечно вот эту версию ножа кара кара 2 покупают в первую очередь ради вот 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 ради вот вот такого действия вот такого приблизительно раз и нож собственно открыт и готов к работе давайте еще раз покрупнее покажу клипсы как всегда все здесь держится бесподобно хватаете нож за край просто делаете вот так и все но шоу а сразу практически в рабочем положении в таком выставленном боевом хвате эмерсона рнс очень в принципе сам демонстрирует определенная техника рукопашного боя которые предполагают что что нож выхватывается именно вот подобным образом вот так вот прям вот так но знаете скажем так даже не являясь фанатом какого-то ножевого боя самообороны с ножом я вам скажу что конечно вот вот это вот эффектное извлечение ножа вот с помощью вот такого открывания она даже мне покоя не дает представляю что думают люди которые просто фанатеют вот по таким вот вопросам потому что действительно дорогого стоит на самом деле то что можно ножом ну как так вот необычно пощелкать как-то необычно его открыть накладки рукояти этого ножа сделаны литьевым способом из пластика фрн имеет вот такую вот характерную для ножей bird текстуру здесь собственно указание название модели бренд для тех кто не знает напоминаю что bird это такой бренд ножей которые производятся в китае при этом под патронажем основной американской компании спайдерка у которой есть своя китайская линейка но вот это вот именно такой более дешевый бренд то есть скажем так в народе bird считается ножами спайдерка попроще ну и в общем то это так и есть я в этом обзоре постараюсь немножко показать вам чем ножи bird ну в принципе могут отличаться от ножей спайдерка с точки зрения исполнения но тем не менее надо сказать что вот у компании спайдерка есть своя текстура для рукояти из тех или иных пластиков которые получаются литьевым способом для компании bird она разработана немного другая главный конечно момент заключается в том что это прям действительно очень цепкая структура но при этом она нет такая чтобы но скажем так какая-то острая для даже для голых рук и в перчатках ей работать тоже вполне таки удобно действительно комфортно это такой традиционный для компании спайдерка прогиб рукояти который позволяет осуществлять достаточно большое количество самых разнообразных хватов то есть начиная с обычного режущего фехтовального вот такого хвата с фехтовального с выходом на клинок выставленного фехтовального хвата вот так можно держать этот нож с упором в ладонь там для нанесения каких-то ударов с обратным хватом здесь тоже полный порядок есть куда положить указательный очень удобно на навершие класть большой палец то прям действительно получается такой выставленный хват более того вполне возможно рабочий хват с ударом и дорезанием на себя здесь тоже это достаточно хорошо продумано ну что сказать вообще в принципе компания спайдерка это большие специалисты по созданию таких эргономических рукояток при этом создание их довольно за недорого важно на что здесь стоит обратить внимание на то что несмотря на то что довольно дешевый нож на рукоятка разборная вот отсюда выкручиваются винты с другой стороны здесь видны их обратки но в общем рукоятку здесь при этом можно разобрать что в общем не всегда так на ножах серии bird отдельно хочу показать клипсу этого ножа она здесь стальная сделала так скажем по мотивам классический клипс компании спайдерка с вот такой площадкой крепится тремя винтами и переставляется во все четыре возможных положения сюда сюда везде сверловка сверловка это повторяется и в лайнерах то есть поэтому устанавливается все будет надежно и в принципе может переставляться ну по крайней мере несколько раз за срок жизни ножа вполне выдержит единственный нюанс который в данном случае хочется на который обратить внимание заключается в том что ножу у которого есть эмерсон wave то есть человек который покупает нож с вот таким вот крюком для открывания его за карман очень маловероятно что будет ставить клипсу вперед потому что тогда просто вот эта прелесть она потеряется по большому счету надо понимать что конечно крюк эмерсона позволяет но в каких-то экстренных ситуациях действительно очень быстро открывать этот нож и он сразу же будет оказываться в некоем рабочем положении у вас в руках но при этом вы конечно думаю понимаете что вот этот габарит ножа очень сильно увеличивается что конечно осложняет в своем роде его ежедневное ношение в кармане он просто занимает там больше места вы будете ну достаточно заметно чувствовать поэтому это нож кара кара 2 который предназначен для фанатов вот такого решения ну и поэтому наверное в принципе можно было на накладках да и сверловку в лайнерах не делать в данном случае лайнеры у ножа очень сильно утоплены в накладке то есть они в принципе нигде не выступают поэтому сделаны они там внутри если разобрать ножи вообще любой нож серии bird то лайнеры сделать достаточно небрежно в плане обработки но тем не менее функцию свою выполняет на сто процентов то есть в данном случае они просто нужны для того чтобы нож имел ну так скажем определенную прочность давайте вот такую вещь попытаюсь показать когда пытаешься сжать нож вот самые самые пластиковые краешки может быть как-то сжать и можно они немножко двигаются но тем не менее так как сама рукоятка имеет стальную основу то она ощущается прям действительно очень жесткой да да я наверное просто в каждом элементе этого обзора возвращаюсь к эмерсон в его но наверное это здесь и оправдана потому что по большому счету кара кара 2 это все-таки одна из тех моделей которые производятся под торговой маркой bird которая имеет заслуженную популярность и без эмерсон в его поэтому про нее очень многие знают модель производится достаточно давно мы вот такая вот ее версия она конечно не давала покоя очень-очень многим людям есть масса людей которые любят вот так вот агрессивно активно открывать нож за карман и собственно вот наконец-то компания spider к выпустила такой определенная с одной стороны хозяйственный бытовой удобный нож но с вот этого штукой 2 1 что называется с одной стороны есть такое вот ощущение боевого ножа возможность быстрого извлечения такого внезапного агрессивного клаца а с другой стороны вполне комфортная удобная геометрия клинка и рукояти для того чтобы выполнять каждодневную работу ну почти что как на spider к эндуро в общем-то кара кара 2 по-своему является упрощенной версией именно этого ножа на данном ноже использован замок backlog причем сделан вот так вот именно на спайдеровский манер с управляющим элементом пружины замка в середине рукояти напомню для тех кто не знает или просто мало еще достаточно знаком с ножами что вообще в существенном количестве случаев тот управляющий элемент на многих ножах бывает сделан где-то вот здесь конечно безусловно на ножах спайдерка вот такая система управления ножом когда для того чтобы закрыть нож вы можете подставить вот сюда палец и закрывать его оба что-то у вас в итоге клинок чайлом ляжет на палец его уже спокойно можете его закрыть вот так это такая их находка в свое время эргономическая которая у компании спадерка родилась достаточно давно и вот с точки зрения того что в этом ноже сделано попроще чем в ножах родительской компании так это то что вот у этого управляющего элемента совершенно никак не сняты фаски то есть сейчас постараюсь покрупнее показать чтобы было видно в общем здесь вот острые края с обеих сторон в перчатках это в общем-то слабо ощущается но так как это все-таки скорее нож и DC работать с этим замком вы наверняка будете голой рукой поэтому ну предполагается что пользователь которого это уж слишком сильно раздражает возьмет надфиль и помучается с краями управляющего элемента вот этого замка ну а с точки зрения работы замка что сказать здесь все в порядке в общем-то нет каких-то заметных люфтов совсем чуть-чуть вертикальный люфт который в общем-то возникает как говорят матерые пользователи замков бэклог постепенно просто благодаря вот износу стали на пружине замка но возникает он довольно таки не быстро и работе он особенно не мешает вот собственно вот так сразу в это положение такой немного выставлены с упором в ладонь хват вот так выскакивает этот нож нож дальше если у вас есть время то и вот это и вот это и подальше все пожалуйста вы можете сделать с помощью этого замечательного ножа не сильно приветствую на самом деле такие выходки но черт возьми занимался спортивным фехтованием по молодости и должен сказать что то конечно такие ножи в плане фехтовальных таких условно хватов отлично ложатся в руку несмотря на те или иные нюансы связанные с их размерами еще один нюанс который часто очень заметно отличает ножи произведенные под торговой маркой бёрд от ножей произведенных под торговой маркой спайдерка это упрощение конструкции осевого узла вот обратите внимание будет достаточно хорошо видно что у данного ножа нет каких бы то ни было дополнительных шайб которые отделяли бы питу клинка от частей лайнеров которые к ней вплотную примыкают то есть это вот такой вот нюанс конструкции в принципе может показаться что ничего страшного в этом нет но вопрос к чему это приводит до приводит это вот к чему ну то есть вот как видите этот нож просто не обеспечивает такого скоростного вылетания клинка если вы открываете его за вот такой вот специализированное отверстие которое собственно для этого и предназначен то есть открыть спокойно его вполне можно а вот до конца он не долетает тут еще надо отметить такую вещь что компания спайдерка на практически всех ножах которые производятся у них в китае в том числе и на ножах произведенных под торговой маркой бёрд достаточно сильно перетягивает осевой узел то есть считается что пользователь может сам его отрегулировать за счет того что винт здесь как видите есть для того чтобы нож как-то несколько посвободнее имел возможность двигать своим клинком скажем так здесь еще и отдельно сказывается то что замок backlog это тоже как бы замок ну скажем так который постоянно во время движения прижимает пяту клинка сверху и поэтому тоже не дает двигаться свободно то есть здесь вот все сделано так вот максимально просто но при этом за счет этого конечно мы имеем довольно низкую себестоимость этого ножа и довольно низкую потребительскую цену то есть здесь сделан один из самых дешевых но надежных замков очень простая конструкция осевого узла которая в общем то ну как бы не позволяет по крайней мере сходу из коробки очень быстро и как-то активно открывать этот нож впрочем надо отметить что конкретно на этой версии ножа это пожалуй что и не проблема потому что если вы покупаете себе нож с emerson wave то скорее всего вы собираетесь открывать его за карман а вот тут несмотря на такую простую вроде бы как конструкцию осевого узла проблем у вас никаких не будет скрыванием за карман здесь вообще нет никаких сложностей нож открывается в любом случае практически с полной гарантии если вы просто уверенно это делаете поэтому может быть как раз на данном ноже для того чтобы получить его за небольшие деньги ну такой упрощенный осевой узел вполне уместен добавлю такой момент я вот лично когда мне нужно открыть нож замком бэклок достаточно часто открываю вот таким вот образом я просто берусь за клинок и то есть вот здесь есть такой очень интересный момент в плане работы осевого узла вот так более тяжелую рукоять выкинуть инерционно никаких проблем а попробуйте сделать наоборот клинок ножа даже малейших попыток вывалиться не имеет так бывает очень мало на каких ножах и честно говоря я вот думаю что на ноже кара кара 2 это скорее плюс чем недостаток теперь давайте про клинок немного поговорим 8 chrome 13 молебден ванади традиционная сталь для этой серии то есть это на самом деле сталь которая была выбрана компанией спадерка еще в момент размещения их собственного производства в китае они смогли найти режим термической обработки этой стали который по свойствам делаю очень похожий на сталь 440c которая в тот момент была чрезвычайно популярна на относительно недорогих складных ножах и вот собственно вот эта китайская сталь 8 chrome 13 молебден ванади стала таким символом всей как и китайской серии ножей компании спадерка так и ножей которые выпускаются под брендом bird при этом надо сказать что у этого клинка ну скажем так есть все достоинства которые обычно любители ножей компании спадерка для себя считают совершенно необходимыми которых зачастую нет в ножах других производителей во первых здесь есть вот этот так называемый родовой спайдерковский чойл то есть такая такой элемент конструкции который мало того что позволяет удобнее точить но уж он позволяет осуществлять вот такой вот хват через клинок достаточно комфортно то есть часть этой поверхности размещена как бы на рукояти а часть на самом клинке вот такой вот хват здесь есть соответствующие насечки как на обухе ножа так и собственно этом чили причем надо сказать что вот у данного ножа произведенного под брендом bird вот эта насечка не такая злая как бывает на иных ножах компании спадерка то есть она достаточно мягкая по спадерковским меркам держать нож вот так даже голыми руками вполне комфортно то есть это хват который необходим для какого-то вот такого возможно более точного строгания здесь еще и благодаря наличию такого вы его можно вывести в палец вот так и в общем в принципе строгать там действительно очень очень точно это действительно чрезвычайно удобно кроме того конечно не обошла стороной клинок этого ножа и такая традиционная листовидная что называется трех клиновая форма клинка которая есть тоже на очень многих ножах спадерка спуске от обуха утоншение кончику посмотрите как бы она здесь так хорошо видно это чрезвычайно режущая геометрия сама по себе то есть здесь уже даже дело не встали не в заточке просто то что геометрический клинок чрезвычайно предспособлен для того чтобы удобно резать это тоже такое свойство очень многих ножей компании спадерка которые передалось и на дочерний бренд в общем откровенно говоря за те деньги которые просят за этот нож это прям отличный клинок он действительно очень здорово сделан ну и надо понимать что не очень толстый то есть да сделать им какую-то пробивающую работу умеренную вполне конечно можно но все-таки нужно понимать что он заметно утончается кончику то есть это работа какие-то выламывающие что-то приподнимать этим клинком ну лучше такого не делать просто потому что нож немного не для этого придуман и в этом контексте конечно есть среди армии поклонников эмерсон вэйва люди которые говорят что вот этому ножу пожалуй вэйв был не нужен но тем не менее здесь хочется отметить что сам по себе эмерсон вэйв на этот нож был установлен именно по многочисленнейшим просьбам пользователей этих ножей которые такого вэйва не имеют то есть в соединенных штатах америки вообще есть как я понимаю определенный целый культ вот этой системы открывания ножа за карман потому что там развиты разного рода маркетинговые не очень ходы по поводу самообороны с ножом и вот собственно для этого вот такой крюк он в принципе и нужен и поэтому конечно очень многие пользователи недорогих ножей спайдерка довольно таки часто просили оснастить ту или иную популярную модель складного ножа вот этим вот механизмом скоростного открывания ну что собственно компания спайдерка в ноже кара кара 2 от бренда бёрд и сделала хваты у ножей спайдерка всегда были ну практически бесподобные надо сказать что половина этих хватов в большинстве бытовых задач вообще ни за чем не нужны но всегда приличают пользователи этих ножей потому что они тут есть вот просто вот так вот это начинается вот так вот так вот так вот так вот так вот так ну и потом обратные конечно обратный тут тоже совершенно восхитительный то есть на самом деле мало какие ножи мало какие рукояти вообще в принципе могут похвастаться таким разнообразием самых вот удивительных просто хватов которые могут пригодиться или не очень пригодится владельцу этого ножа ну вот для кого нож да здесь очень-то ответит на этот вопрос достаточно просто этот нож для фанатов или будущих фанатов вот этой штуки вот понимаете в чем дело ножей которые режут и у компании спайдерка и у других производителей в общем-то достаточно много есть из чего выбрать кара кара 2 не самый худший нож кстати в этом смысле и если вы не собираетесь пользоваться эмерсон вейвом то но покупать вот именно такую версию наверное смысла нет посмотрите на кара кара 2 получите вот такой вот нож спайдерка подешевле со всеми теми же нюансами но с довольно таки невысокой ценой а вот этот нож это понимаете это нож ну вот как бывают да люди как бы фанаты самообороны какой-то с ножом или по крайней мере мысли об этой самообороне и нравится просто возможность вот так вот открыть ножик так очень эффектно и там быть готовым ко всему что называется да но вот даже для меня это нож немного не про то режущих ножей у меня на разных полках сумках с ножами в общем-то достаточно много вот сделать вот вот это вот вот это вот это знаете какое-то такое особенное удовольствие это примерно как в кире пощелка затвор магнестрельного оружия по заряжать боеприпасы в магазине сделать что-то вот еще такое это какой-то оружейный элемент который по большому счету он не для применения придуман он скорее всего для удовольствия ну и посмотрите а что тогда в принципе вы можете купить еще вот с такого штуковины дешевле вот этого фирменного ножа но только какую-нибудь китайскую подделку а это скорее всего будет несколько не то с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока